Казанский университет Великий математик Николай Лобачевский, а также ученый, открывший Антарктиду, Иван Симонов, были ректорами Казанского императорского университета. Указ президента Российской Федерации трансформировал Казанский государственный университет в Казанский Приволжский федеральный университет, который был создан в 2010 году. В результате масштабных преобразований в состав университета вошли семь вузов республики. Общее количество студентов выросло более чем в три раза. Количество иностранных студентов, как и число стран, из которых они прибывают, ежегодно увеличивается. Молодеет возрастной срез научно-преподавательского состава университета. Основываясь на стратегию научно-технологического развития Российской Федерации, запросов общества, государственных органов и бизнеса, в Казанском федеральном университете выбраны приоритетные направления развития. Биомедицина и фармацевтика, инфокоммуникационные и космические технологии, нефтедобыча, переработка и нефтехимия, комплексные социогуманитарные исследования, перспективные материалы. Участие в приоритетных направлениях ученых-физиков, химиков, биологов, математиков и гуманитариев сформировало тренд на устойчивый рост Казанского федерального университета в глобальных предметных рейтингах. Все приоритетные направления в эпоху цифровизации буквально пронизаны цифровыми технологиями. Три структурных подразделения математического и IT-направления сосредоточены над созданием новых роботизированных технологий, систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта. В соответствии с приоритетными направлениями в Казанском федеральном университете появились совершенно новые направления научно-технического развития. Вернулось в лоноуниверситета медицинское направление. Появился Институт фундаментальной медицины и биологии, главной целью которого стала подготовка врачей-ученых, врачей-исследователей. Здесь учат студента не только за партой, но и в поле, вернее в симуляционном и инжиниринговом центре медицинских наук университета на тренажерах, разработанных в Казани. Подтверждением инновационности данных образовательных технологий может служить тот факт, что японские университеты закупили разработки и успешно внедряют подходы Казанского федерального университета в свои образовательные процессы. Концепция Open Science реализуется в Казанском федеральном университете созданием Open Lab, открытых лабораторий и центров превосходства с участием ведущих мировых ученых. На данный момент функционирует медицинский кластер КФУ, в составе которого Институт фундаментальной медицины и биологии и собственная университетская клиника, которая, по сути, является площадкой трансфера научных биомедицинских исследований в прикладные технологии. Около 90 тысяч человек прикреплено для обслуживания к университетской клинике, имеется 870 койко-мест для лечения в стационаре. В клинике внедряются новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний и других видов высокотехнологичной помощи с включением новых технологий, использующих результаты генетических исследований. Новый Институт геологии и нефтегазовых технологий активно внедряется в сферу научно-прикладных задач в добыче и переработке углеводорода в мире. Здесь обучаются иностранные студенты из разных стран, проводятся исследования в области подземной переработки нефти для крупных нефтяных компаний Китая, Латинской Америки. Студенты-магистранты принимают в этих исследованиях активное участие, разработаны свои технологии и оборудование собственного производства, не имеющее аналогов в мире. Инженерное направление Инженерное направление, так необходимое для внедрения разработок в той же медицине и не только, представил новый инженерный институт. Здесь активно развивают робототехнику и аддитивные технологии, используя 3D-печать для создания в медицине различного рода имплантов. Набережно-Челнинский институт университета является базовой образовательной площадкой для автомобилестроения Прикамского региона. А также для ведущего мирового производителя бытовой техники Хайер. Выдающаяся химическая школа помогает продвижению проектов по медицине, биологии и нефтегазовому направлению. Открытие совместной с Университетом и Нижнекамскнефтехимом катализаторной фабрики является ярким примером участия крупного бизнеса в проектах КФУ. Ученые-физики работают над квантовыми технологиями, новыми перспективными материалами и инфокоммуникационными технологиями. Изучение звездной Вселенной при помощи современной инфраструктуры с телескопами в Турции и на Северном Кавказе продвигает университет в крупных международных проектах. Казанский федеральный университет участвует в российско-германском проекте космической обсерватории «Спектр рентген-гамма», одной из задач которой является изучение всех массивных скоплений галактик. Российско-турецкий телескоп Казанского университета в Турции осуществляет наземную поддержку проекта. Научным руководителем проекта «Спектр рентген-гамма» с российской стороны является академик Российской академии наук Рашид Сюняев. Свой университетский планетарий дает возможности реализовывать уникальные образовательные программы уже в рамках социогуманитарного направления «Учитель XXI века». По педагогическому направлению Казанский федеральный университет является абсолютным лидером в России, входя в первую сотню в глобальных рейтингах в направлении образования. Центр цифровых образовательных технологий ЕДУТЭК КФУ является ресурсным центром формирования современных цифровых компетенций у будущих и действующих педагогов. Два лицея Казанского федерального университета определены трансферами технологий педагогического образования, где студенты имеют реальную возможность применения на практике полученных в процессе учебы знаний. Студии. Самое современное телевизионное оборудование представлено для будущих журналистов, которые практикуются на студенческом телеканале Универ ТВ, транслирующем свои программы в эфире и кабеле не только Татарстана, но и в других регионах России. Ученые с мировыми именами, такие как Нобелевский лауреат по химии Хакира Сузуки, Нобелевские лауреаты и почетные докторы Казанского университета Риоджи Найори и Жорес Алперов, гуру бизнес-тренинга Ицхак Адзизас читали свои лекции в стенах старейшего учебного заведения России. Казанский федеральный университет все чаще и чаще выступает в качестве международной площадки обсуждения научных и общественно-экономических и политических мировых интеграционных тенденций. Ведущие университеты мира собрались в университете, чтобы обсудить проблемы и будущее развития педагогического образования планеты. Конференция «Не спаси!» сеть институтов и школ государственного управления в Центральной и Восточной Европе провела совместно с российскими коллегами в Казанском федеральном университете свою 25-ю ежегодную конференцию. На базе Казанского федерального университета уже во второй раз проходил саммит британского журнала Times Higher Education, специализирующегося на вопросах высшего образования. Делегации послов стран Латинской Америки и стран Африки посетили Казанский университет по вопросам сотрудничества в области образования и науки. Президенты Финляндии и Австрии в зданиях Казанского федерального университета знакомятся с историей и современными достижениями университета. Условия проживания для студентов в предоставляемых для всех поступивших комфортны и удобны. Это студенческий кампус университета в деревне Универсиады, самодостаточный жилой комплекс со своими магазинами, спортивными площадками и другой социальной инфраструктурой. В университете все сделано для того, чтобы спортивные увлечения, творческие хобби студенты могли реализовывать в свободное от учебы время. В 2019 году университет торжественно справил свое 215-летие различными мероприятиями, как научно-познавательного плана, так и культурно-спортивного массового характера. Казанский федеральный университет является одним из сильнейших университетов России. Об этом говорят и представители мирового истеблишмента. И, кстати, они не республики, они отбудены в мире. Это кредит для этого университета, чтобы проводить так много университет, потому что если университет не будет, они не будут приходить. Это действительно один из лучших университетов в мире, и это было бы огромное увлечение для Университета в России. И я хочу поблагодарить мою поддержку сегодня за эту величину, Казанский федеральный университет не мог остаться без внимания руководителей Российской Федерации. Очень хорошего технологического уровня, можно сказать, мирового уровня. Вот мы сейчас только что посмотрели площадки Казанского, или теперь уже Приволжского федерального университета. Безусловно, это один из примеров того, как в истории, с традициями хорошими, с выдающимися научными школами может отвечать на вызовы времени, идти вперед. Продолжение следует...